Новость последняя, что ко мне поступило, она чисто научно-техническая. На Марс, наконец, опустился аппарат, спускаемый, вот, значит, межпланетной станцией, которую запустили в России, да? Путин, матрешки, черная икра, чапельники. Межпланетная станция, она коллективная, так сказать, общеевропейская, но самое большое достижение, как говорит в прессе, она долетела до Марса. Это очень важно, потому что за все время, вот, по полетам к другим планетам, наши станции очень исправно долетают до Венеры, все там выполняют, делают, а вот Марс, как заколдованный. И не надо так, трагично, дорогой мой. С 60-х годов туда, с 60-го года туда пытаются что-то такое доставить, и там буквально по пальцам одной руки два, то ли три раза удалось что-то туда спустить нормальное, да? Так вот, самое главное, что выделяют там, знаете что, драматический наезд тут как раз выделяют то, что эта станция была сделана, разработана и сделана людьми, получившими образование уже после 91-го года. Да им всем между 30 и 40 годами. Вот такая вот молодежь сделала. Вот такой вот важный факт. В Донецко-Луганской республике, вновь образованной, образовавшейся, непризнанной, убили человека по кодовым именем Моторола. Вот все об этом пишут, что-то такое сообщают, говорят, и режиссер мой требует, обсудите эту тему, требует он. А сказать-то мне и нечего. Теперь есть ряд целых, вот так сказать, новостей, глухо доходят они до нас, о сокращении всякого рода финансирования. Просто денег нет, значит, найдем деньги, найдем деньги, сделаем это, кстати. Дело в том, что куда от этого денешься, куда от этого денешься. Ну, была такая новость, что вроде бы собираются сократить расходы на поддержку матерей и новорожденных, да, но потом оказалось это слухом, вроде как. Может быть специально пропущенным, чтобы смотреть, как отреагируют на это дело. А может нам шарахнуть по этим твоим столичным гостям из гаубицы? Но смысл в этих сокращениях есть, бюджет-то не резиновый, не растянешь на всех. И есть одна маленькая проблема вот у нас, я вам честно скажу, она статистическая, и вот говоришь, у нас численность населения сокращается. Сокращается эта численность населения в основном из-за роста смертности, смертности людей старшего возраста, да, не за счет сокращения рождаемости, что тоже происходит, но за счет смертности. Я, правда, не знаю, как они будут действовать, но человека можно напоить, усыпить, оглушить, ну, в общем, с бесчувственного тела. Наконец-то трупа. С чего трупа? То есть в результате этого более молодым становится население, раз, а во-вторых, сокращаются расходы пенсионного фонда, два, потому что уходят старики. И вот давайте так честно говорить. Значит, если наша страна находится в сложном положении, да, то ей нужно избавляться от балласта. Извините меня, этим балластом являются старики, вот в том числе я, да? А-а-а! Понял, понял, понял. Мы, конечно, можем вас поучать сколько угодно, можем быть хранителями всяких вот таких вот необыкновенных сведений, да? Все оно так, но без нас будет легче вам жить. В ту же лыку можно вставить следующую строку, да? Не, в ту же строку следующую лыку, да? Вот говорят, что московский городоначальник, он заговорил о досрочных муниципальных выборах, да? Вот. О чем это может говорить? Ну, это говорит о том, что, видимо, скоро должны быть предприняты какие-то вот непопулярные решения, да? У нас с недавнего времени здесь народ слишком сильно любит губернатор. И сам губерн, надо отметить, что как-то резко к народу потеплел. Чтобы не расстраивать народ перед выборами, они будут после. Вот уже вот рассылают, например, после предыдущих выборов новые бумажки, квитанции об оплате налогов на землю, на недвижимость, да? Вот такие вот. Ну, что он повышенный налог оказался. Чтобы не портить людям настроение перед выборами, чтобы не портить их решение проголосовать за, не отвлекать, да? А если не будут брать, отключим газ. Тут вот драматический наезд, но тоже тут больше сказать нечего. Ну, вот такая жизнь, ничего не поделаешь. Это нормальный ход, нормальный ход, да, нормальный ход. Что это значит? Вот я не знаю. Подписывайтесь на мой блог. А, вот оно что значит. Значит, подписывайтесь на мой блог, лайкайте изо всех сил, да? Вот такие вот дела.